Добрый день! На сегодняшнем видео уроке мы разберем упражнения, которые позволят улучшить состояние мышц бицепса и трицепса. Эти мышцы являются антагонистами друг для друга. Очень часто женщины особенно жалуются на то, что провисает нижняя часть трицепс. Дело в том, что если у нас сокращен бицепс, то мышцы трицепса будут автоматически расслаблены. Вся наша работа в быту очень связана с сокращением сгибателей, и поэтому, как правило, эти мышцы являются более сильными. Но гораздо большее значение тонус этих мышц оказывает на статическое поддержание тела в вертикальном положении. Поэтому очень важно, чтобы эти мышцы были в хорошем и равномерном тонусе. Для начала ложимся на спину. Не спеша сделайте более глубокий вдох-выдох и обратите внимание, как ваши плечи соприкасаются с полом. Если не соприкасаются, какова разница от плеча до пола справа и слева. Ощущение положения лопаток и длины рук. И почувствуйте все тело целиком. Мы поворачиваемся на живот. Ставим руки в положение перед грудью, но таким образом, чтобы у нас локоточек поднялся точно вверх. Это очень важно. Когда мы работаем с руками, мы всегда работаем с лопатками. То есть очень важно понимать, что руки и лопатки – это как бы одно взаимосвязанное движение. Опускаем голову лбом в пол. Опускаем плечи, то есть у нас не должно быть движения, когда плечи тянутся вниз. И у нас угол между предплечьем и локтем 90 градусов, то есть плечом, рукой 90 градусов, между предплечьем и плечевой костью. Ладошка равномерно давит на пол и кисть точно под локтем. В этом положении почувствуйте, что если вы чуть-чуть надавите ладошками в пол, вы услышите, как лопатки точно двигаются к позвоночнику. И мы начинаем движение. Медленно, не спеша, на выдохе сократили мышцы тазового дна, поперечную мышцу. Начинаем давить лопатками. Чувствуем ладошками, чувствуем, как собираются лопатки и плавно поднялись вверх. Здесь не надо большой подъем, нам важно только почувствовать работу. И теперь плавно-плавно опускаемся вниз, ощущая, как расходятся лопатки в сторону. Еще разочек, расслабили мышцы. Надавили ладошками в пол, мягко, чувствуем, как собираются лопатки к позвоночнику, прям помогаем этому движению. Локоточки обязательно смотрят в потолок. И мягко, плавно опустились вниз. Теперь добавляем статику, нажали ладошками, собираем лопатками, следим за тем, чтобы плечи не шли к ушам. Обязательно вниз. То есть мы направляем прямых мышцами вниз. Держим. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Плавно лопатки разъезжаются. У нас включаются дельтовидные мышцы. Еще разочек. Нажимаем ладошками, собираем лопатки. Нажимаем и чувствуем, как лопатки собираются к позвоночнику и слегка вниз к тазу. И держим. 5, 4, 3, 2, 1. Медленно, медленно, плавно опускаемся вниз. Заканчиваем движение и поворачиваемся на спину. И сравниваем, что это движение, как оно повлияло на наше тело. Есть ощущение, что плечи более плотно прижались к коврику. И ощущение более длинных рук. То есть руки стали гораздо длиннее. И как это повлияло на весь тонус. Теперь наша задача включить трицепс. Поворачиваемся на ногу, садимся. Выставляем руки в такое положение, чтобы пальчики смотрели в сторону пяточек. Ноги согнуты в колени. И при этом мы согнем руки в локтях. Обратите внимание, что если локти развести внутрь, у нас лопатки расходятся в сторону, а плечевой сустав поворачивается внутрь. Включая малую грудную мышцу. Наша задача, чтобы у нас локоточки наоборот стремились навстречу друг другу. В этом положении, при согнутых локтях, чувствуем свою ладошку. Медленно, не спеша. Тазовое дно, поперечную мышцу. Оторвали таз от пола. Уже нагрузка. И начинаем плавно разгибать руки в локтях. Разогнули. А теперь возвращаем, скользим словно по полу таза. Мы собираем локти. Мы следим за тем, чтобы руки сгибались. И при этом локоть собирался. Еще разочек. Мягко, плавно. Ощущаем, как работают мышцы. Медленно. Локоточки стремятся навстречу друг другу. Еще разочек. Медленно, не спеша. Разогнули. И начинаем загибать. Локоточки стремимся навстречу друг другу. Всей плоскостью ладони давим. И последний раз. Если вы ощущаете тревог, то заканчивайте движение. Потому что полезная работа для этих мышц, она уже закончилась. Отлично. Выпрямляем ноги. И медленно опускаемся вниз. И почувствуйте сейчас, что изменилось в соприкосновении тела. Как сейчас ощущаются ваши плечи, руки, длина рук. Почувствуйте грудную клетку и все, тело целиком. Не спеша сгибаем ногу в колени и поворачиваемся, садимся. Понимание принципа работы этого упражнения. Вы можете изменять их, как считаете нужно. Сделайте так, чтобы работа с вашим телом приносила вам удовольствие и комфорт. Желаю успехов в освоении собственного тела.